Сегодня итоги полугодовой работы обсуждали работники прокуратуры Чувашии. Участие в заседании приняла и глава республики Михаил Игнатьев. В ходе надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан выявлено более 25 тысяч нарушений закона. Принесено свыше 3 тысяч протестов на незаконные правовые акты. В суды направлено более 6 тысяч исковых заявлений. Внесено около 6 тысяч представлений. Пристальное внимание сотрудники уделяют социальной сфере. Там, по их мнению, нарушений встречается намного больше. Это обеспечение законности в сфере ЖКХ и соблюдение прав людей при переселении из аварийного жилищного фонда. Особое внимание в работе уделено вопросам защиты трудовых прав граждан на своевременную и полном объеме оплату труда. Нашими усилиями, общими усилиями, выявлено и пресечено 6 929 нарушений законности. Надеюсь, что все они устранены. При этом погашена задолженность по оплате труда на сумму 103 миллиона рублей. Реально восстановлены права работников целого ряда предприятий и организаций республики. По взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления и гострудинспекции, в течение прошедшего полугодия задолженность по заработной плате Чувашской республике удалось снизить в 4 раза. Как положительный момент было отмечено заметное снижение количества преступлений, а также рост их раскрываемости. В целом в республике стабильная обстановка. Совместными усилиями всех правоохранительных органов идет постоянная борьба с коррупционными явлениями. Мы ведем также бескомпромиссную борьбу со всеми коррупционными проявлениями. Открытый и прозрачный процесс государственных и муниципальных закупок позволяет нам добиваться высокой эффективности бюджетных расходов. В первом полугодии в рамках внутреннего аудита проведено более 80 контрольных мероприятий. Выявлено финансовых нарушений на сумму более 74 миллионов рублей. Бюджет республики возмещено 23 миллиона рублей. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.